Приветствую! Профилировать проект на C++ можно не только с использованием Visual Studio. Microsoft, конечно, сделали прекрасную утилиту для того, чтобы смотреть производительность своего кода. Но возникает большая условность. Она работает только на Windows. И, например, на macOS Visual Studio совершенно по-другому работает. Возникает потребность для тех, кто занимается разработкой под другие операционные системы. Например, под Linux или macOS. Что делать этим программистам, если они используют C++, но им хочется сделать свой способ для профилирования кода? Как поступить? Мы познакомимся в этом видео с прекрасной библиотекой Profiler Library, которая закрывает 90% кейсов по профилированию вашего кода на любой платформе. Вам потребуется браузер, который построен на основе хромиума. И это все, что вам потребуется. Давайте посмотрим, как делать профилирование кода на C++ без инструментов Visual Studio. Налейте себе чего-нибудь тепленького, кофе или чаю и приступайте к просмотру. Переходи по первой ссылке в описании и скачивай профайлер.hpp прямо из последних релизов. Можно также скачать source code и там будет еще и CMake файл. Все это дело помещаем в папку проекта, таким образом, чтобы наш сборщик его увидел. Можно напрямую в проект profiler.hpp вставить, либо использовать CMake. Как использовать эту библиотеку? Подключаем заголовок в любой файл. И далее можно внутри любой функции написать функцию macros profile function. И дальше можно внутри любого скопа, любой области видимости, написать profile scope и в скобочках написать какой-нибудь комментарий. Давайте попробуем проделать две эти операции для разных случаев. Допустим, у нас есть какая-то функция и внутри функции происходит что-то затратное. Ну, например, обработка нодов модели, 3D модели. И у нас есть внешняя функция, мы ее профилируем и также профилируем scope. Scope в C++ это все, что между фигурными скобками. Локальная область видимости. Пишем в скобках в кавычках комментарий и попробуем собрать этот проект. И смотрим, у нас возникает ошибка. Ошибка в том, что тред был не подключен, но в последней версии на момент выхода видео все будет хорошо. Там тред добавится, так что не переживайте. Далее берем и открываем любой хромоподобный браузер. Можно даже в Edge открыть ссылку Edge Tracing. Далее все предельно легко. Профайлер сформирует JSON файл, который можно будет загрузить в эту утилиту для построения графиков. Настало время попробовать в действии эту библиотеку. Попробуем, например, подвигать мышкой, подвигаться. Так как в момент загрузки движка у нас подгружаются модели, мы увидим, сколько времени занимает реальная загрузка вот этого рюкзачка. Потому что рюкзачок у нас подгружается извне. И далее посмотрим, насколько это затратная процедура и что происходит во время рендеринга вот таких вот кубов и перемещения по сцене. Стоит отметить, что данная утилита пригодится не только для игровых движков, а также может быть полезна всем людям, которые следят за производительностью своего приложения. Вот мы записали несколько образцов, где взять результат профилирования. Он будет располагаться в выходной папке, там где собранный экзешник или исполняемый файл у вас будет расположен. У меня это cmake.build.debug. Файл называется results.json. Берем его и перетаскиваем в окошко браузера хрома, эджа, либо любого другого. Напишите в комментариях, какой хромоподобный браузер вы используете. Что мы видим? Мы видим вот такой график. По сути это таймлайн. Как вы можете увидеть, на этом таймлайне отображается либо название функций или метода, либо название скоупа. Все это дело может быть вложенным. В данном простом случае видим, что модель у нас грузится целые 2 секунды. Было просто и понятно? Подписывайся на канал, отправляй видео друзьям и ставь колокольчик. А длинное число слева это временная метка. Типичные сценарии такого профилирования, допустим, расставить точки сбора показателей метрик исполнения кода, допустим, где-то на этапе рендеринга. То есть у нас начинается рендеринг и мы начинаем сбор метрик. Конечно, вы можете самостоятельно придумать логику профилирования. Можно хоть целиком main запрофилировать. Конечно, это отчасти ручной инструмент, но он позволяет вам очень гибко и творчески подходить к процессу профилирования. К примеру, можем взять и посмотреть, сколько времени занимает рендеринг какой-то части сцены. Допустим, рендеринг кубов. Вот кусочек кода, который отвечает за создание кубиков. Давайте посмотрим, сколько времени будет занимать реально отрисовка этого массива кубов, которые на сцене висят в воздухе. Можно также посмотреть, сколько времени занимает, допустим, генерация текстур. Почему бы и нет? Вы можете взять любую часть движка и попробовать посмотреть, насколько она оптимизирована. И таким образом можете найти узкое горлышко и выявить недостаточно оптимизированные алгоритмы. Хорошо, что C++ подсказывает, что текст нужно писать в двойных кавычках, а не в одинарных. Потому что одинарные кавычки — это чар. А у нас всё-таки строка, а мы хотим сразу сообщение выводить. Компилятор говорит. Это не язык плохой. Это программист ошибся. На всякий случай возьмём и напишем include.profiler.hpp. А тем, кто смотрит на сайте learnkiberkala.ru, доступна шкала усилий. Поднажмите, чтобы выйти в лидеры. Меняем обычные кавычки на двойные, и всё у нас собирается. Компилятор больше не ругается, и можно собрать проект и попробовать сделать плейтест. А чтобы тебе было проще осваивать цифровые профессии, переходи по ссылке в описании на платформу kiberkala.learn. Kiberkala.learn не обещает перспективы, а создаёт их для каждого. По первой ссылке в описании найдёшь и лидер-борды. Отмечай прогресс и участвуй в соревновании. Там же найдёшь и исходники к этому видео. Сканируй QR-код и возвращаемся к туториалу. Также можно, например, впоследствии отслеживать ещё и ввод. Например, насколько долго система ввода обрабатывает нажатие клавиш. Или, к примеру, физическая система обрабатывает коллизии. Есть множество способов неправильно писать код и упереться в производительность. Именно для таких случаев нужно профилировать проект. И как раз библиотеки вроде Profiler Library помогут вам в этом. Конечно, это довольно ручной способ по сравнению с автоматикой в Visual Studio. Но он работает на всех платформах. Собрали побольше данных и откроем results.json. И оказывается, рендеринг кубов занимает микросекунды. И это достаточно шустро. Рендер четырёх кубов занимает около 40 микросекунд. Иногда полезно знать, что происходит в движке с точки зрения различных процессов. И сколько эти процессы занимают времени. Попробуем также посмотреть, сколько занимает процесс ввода. Например, с клавиатуры или мышки. Приблизим область и посмотрим, сколько микросекунд занимает считывание ввода. Например, клавиш W, A, S, D. И смотрим. Это достаточно быстрый процесс и быстро функция исполняется. По сравнению с процессом рендеринга. И уж тем более отрисовки кубов. Так что скачиваем и пользуемся на здоровье. А про Cosmo Engine можно прочитать по ссылке в описании. И посмотреть, какие функции уже поддерживаются. Я надеюсь, тебе данное видео понравилось. И благодарю за просмотр.